Третьмерная пространство Третьмерная пространство Ну и обычные гремоны Эта стрелка означает изовектор пояса 2 Кроме того, есть изовектор скалярный Я для простоты, чтобы там не было разводок по маслу Возьмем вот так Вещественные, да? Вещественные Три штуки вещественных изовектор Тогда там одну вторую поставить Ну поставим одну вторую Я все за двойками не срежу Поскольку трехмерия, то я напомню какие тут размеры Ну они сильны, конечно, из-за грембрана Размерность Фи Это масса степени одна вторая Размерность глиона Но при таком определении Что вот тут стоит Е Я мог бы это Е загнать в переопределение потенциала Ну так пока удобнее Так вот При таком определении это будет Экономическая размерность масса в первую Но зато заряд размерный Ну и вот эта константа Фи 0 вакуумная средняя Конечно имеет размерность такую же как и Фи То есть Масса одна вторая А это будет иметь размерность массы Ну проверим То есть если Фи одна вторая Фи квадрат это масса В квадрате Тогда должна быть еще одна масса Но граждан имеет размерность массы в кубе В трехмерии Так Если бы это было в четырехмерии Все выглядело бы так же Ну размерности только были бы Другие экономические Это называется модель Джорджи Блэш Это 20 века Ого мужчины Значит Она была предложена где-то В начале 60-х годов Когда еще не было экспериментов По обнаружению нейтральных токов В слабом взаимодействии Не знали что Есть там Z-ной базон Нет Z-ной базона Ну Она была подстроена По то что его нет И При таком ограничении Вот это Изоэктор хиксуется Он и здесь конечно хиксуется Ну и выбором поворота можно его причесать на среднюю ось Когда он хиксуется То есть правильными подходящими степенями свободы являются модуль и две угловых фазы Три степени свободы И Когда он не хиксуется их нормально выбирать Так чтобы они описывали частицы Это будет Ну нормальные F1, F2, F3 Декартовские так сказать Но если он хиксуется то Это не адекватно И Степени свободы описывающие частицы с определенной массой Это будут модули и две фазы То есть если бы не было глионов А было бы только вот это Ну и тут маленькое производное То когда мы перепишем это Три фи через модуль и две фазы И подставим То модуль будет конечно массивным Функтуацией вокруг F0 Ну потому что Вокруг F0 потенциал у вас Ну не такой Ну стандартный Мы уже много раз рисовали Это шляпа такая Мексиканская Это что называется Только его надо раскрутить Вокруг F0 И будет колечко Где модуль фиксирован А фазы Можно выбирать И мы их прочитали Вот так Ну тогда Эти две фазовых переменных Они будут безмассовыми Голстоновскими бозонами Ну и если не глионов На этом вся история кончается Будет один массивный Нейтральный бозон Это Функтуация модуля Вокруг F0 И два безмассовых Скалярных Голстона Ну и все Ну и все А если есть Три Голстона То два из них Эти два Голстона Увращают И приобретают Массу И это будут В плюсы В минус Бозоны Для слабого взаимодействия Я сейчас Рассказываю Для Как Если бы это было Вежан В четырехмере А Тут Есть Остаточная Симметрия Когда мы так Присесали То повороты Вокруг третьей оси Не меняют Вакуумного Среднего У нас Если Повороты Вокруг третьей оси Он остается На месте А если Будут Вокруг То Вакуумнее И это Дает Голстон То есть Тут Три генератора Повороты Вокруг Трех осей И При таком Выборе Ну При любом Выборе Нарушается Су-2 Но остается У-1 Вот это У-1 Которая При таком Выборе Остается Это Вращение Вокруг третьей оси Безапространство Поэтому Два генератора Трех Спонтанно Нарушены Будут Два Голстоуна Один Не нарушен И третьего Голстоуна Нет По числу Степени Свободы Ясно Что его Неоткуда Взять Эти два Голстоуна Цепляются К заряженным В1 2 Ну а точнее Таких комбинаций Ну и получается 2 массивных Векторных Дубль В Плюс Минус А Третий Леон Остается безмассовым Это ФОТО Третий Добавил Но я не буду Уже Это стандартная модель Получилась Я По 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 составу Болей Ее предложили Я не помню Кто первый предложил Добавил Базон Или Джорджи Глэшин Или Вот эта компания Вайнберг Там Салам Уже Забыл Это К этой Трехмерной теории Это не имеет Прямого отношения Косвенно Но Качественно Ситуация Такая Только что теперь В трехмере Так? Значит При таком Потенциале Мы выбрали Здесь точку На этом колечке Это Вот это То же самое Будет Два Голстолуна Поглощаются Двумя Заряженными Дубль В Они станут Мастирными Масса Будет идти Отсюда И Она Будет Ну Я двойки не ловлю Это Будет Что такое Масса Вот тут будет Член Очевидно Типа В Квадрат На Феноль Квадрат Если я здесь Заменю Фи На его Вакуумное Среди Это Видно Масса Но это Большая Тут Входит Глеон А Фи Заменяется На Константу Поэтому Глеон в квадрате Феноль в квадрате Но Это не Масса Потому что Масса Это то что стоит При квадрате Потенциала При единично Нормированном Кинетическом Члене То есть По отношению К каноническому Кинетическому Члену А у нас Здесь он не Канонический Поэтому Можно в уме Перетащить Букву Е Внутрь Переопределить Вот так Тогда Здесь Е Не будет Но зато здесь Кавалянкой Производной Выскочит Е Вот так И теперь это Будет Канонический Кинетический Свет Зато здесь Будет еще Е Квадрат И вот Это будет Квадрат Массы Доболевых Ну Можно проверить По размерности Фи 0 Имеет Размерность Масса 1 2 Заряд Имеет Размерность 1 2 Поэтому Это М Квадрат Это 2 2 Это Вот Этого Тут Не надо Если Мы Пишем Массу Поля Писать Не нужно Вот Масса В В Квадрат И Можно Убрать Ну 2 Можно поймать Если Она тут Есть Я За ней Не Слышу Теперь Так Надо Выбрать Поскольку Эти параметры У нас Размерные Е Лянда И Финоль То Надо Выбрать Безразмерный Параметр С Размерным Параметром У нас Будет Больше На Е Квадрат Значит Это будет Финоль делить на е Намного больше Е Это Нужно для того чтобы Когда Мы Будем Смотреть Функтуацию Вокруг Выбранного Вакуума Оно Пойдет Теория Возмущения По Малому Параметру Перевернуты Чтобы Работала Классика Теория Возмущения Так Ну вот Значит В итоге Нас интересует Дискоэнергетическая часть А именно Масштаб энергии Намного Меньше Массы Ну Качественно Можно Как бы Условно Вот это Взять за единицу Измерения Массы И тогда Финоль Будет Большая Это Выбрать Букву Е За Единицу И Финоль В этих Единицах Будет Большое Число Да Так Вот Что тут Тяжелое Что тут Легкое Уже сказано Что Два Глеона Из трех Вот эти Станут тяжелыми С Такой Большой Массы Массы Это Оно будет Такого же Порядка При этом Параметрическом Это Показывать Или это Понятно Ну Давайте Посмотрим Надо Надо Написать Что Фи Фи Средний Плюс Фуктолации А Фуктолации Оставим только Мода Ровно Ровно Завел Ну Тогда Это Фенол Член Фенол квадрат Конечно сокращается Мы Сидим Где-то в этом месте А Останется Член Линейный Пропорционально Дальтеро Умножить На Фенол Умножить на Лянду Поэтому Масса Ровно Фенол квадрат Лянда взять Е квадрат То Это И Она будет Такая же Как как масса до блюда, с точностью до двойки. Я специально выбираю вот это, чтобы не было параметрической разводки, что один из них намного тяжелее другого, легче-то на свои оценки делать, и это натуральный выбор. И это не принципиально, кроме всего прочего. Хорошо. Значит, что остается легкого? Легкие остаются один фото. Еще раз посчитаем степени свободы. Было три глиона и три фи с Галярой. Теперь они переструлись, всего шесть степеней вещественных степеней свободы, и они перестроились. Из этих трех глионов, из этих трех фи остался один тяжелый рог, модуль, а две угловых степени свободы прицепились из двух глионов, и они стали тоже массивными. И у каждого теперь на одну степень свободы больше. Поляризация продолжая появилась у массивного глиона. степени свободы, а полное число степени свободы, конечно, не изменилось. В итоге на масштабе энергии намного меньше массы W, которая порядка массы РО, остался один фото, который в этой калибровке выглядит как F3, ну или А3. на тройку дальше писать не будет. Вот все, что осталось при низких энергиях. Один фото. Так? Безмассовый. Теперь специфика трехмерия состоит в том, что, например, в четырехмерии у фото на две физических степени свободы, скеллисты плюс-мело соединиться, продвольной поляризации нет. В двумерии фотон вообще не физическая частица, это чисто кулоновское взаимодействие. В трехмерии у фотона одна физическая степень свободы. Ну поэтому ясно, что тогда его можно как-то переобозначить и описывать скалярным полем, раз у него одна степень свободы. Делается это так. Значит, напряженность пишется. Вот это скалярное поле, как мы вводим. В трехмерии есть такой единичный антисимметричный центр. Ни в двумерии, ни в четырехмерии такого стремя и не в сумме нет. Ну и все. Вот так можно вместо потенциала А ввести скаляр гамма. Сейчас будем обсуждать, насколько к этому надо осторожно относиться. Формально, я напишу один раз, но это чисто формально, что наше Ф3 это на самом деле градиатный вариант. Это есть Фи на Ф и делить на Си. Так что это из порции скалярно на Ф. Вот сюда видно, что это скалярное произведение, оно градиентный вариант на ПСУ-2. Видно? Не просто глобально, оно локально, градиентный вариант. При СУ-2 локальных поворотах это поворачивается и напряженность тоже поворачивается. Только потенциал ведет себя с углениванием. Поэтому это полный СУ-2 градиентный вариант. Но в нашей калибровке у Фи остается, если его заменять на вакуум, у него остается только третий номер, и это будет третья компонента из меню. Вот это она и есть. Так, так вот... Ну, это уже неабельный случай, в этом случае ВФ не линейная, а она не линейная? Не линейная, это нормальная неабельская напряженность. Я напомню уравнение движения точные для глионовых. ДМУ. Ну... Я схематически написал вот так. Это обычное уравнение. И еще есть то жество ЭКОВИ. ДМУ на ЭСДУВАЛИННО. Какие визуальчики? Вот так вот. ЭСДУВАЛИННО. 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 ЭКОВИ, НЕ ВЕКТОР, ОННЕ ТЕНЗОР. ЭСДУВАЛИННО. компоненты для любого из трех изовекторных компонентов это будет так, когда один индекс 0, а другой пространственный это электрическая часть, пространственных индексов в мире 2 x и y поэтому тут есть f0x это dx и f0x это dx а третья компонента fx и y можно себе представлять как hc это магнитная компонента если бы если время но если смотреть на эти четырехмерные точки зрения и добавить еще ось z то тогда это была бы z компонента h стандартная четырехмерная конечно реально h и z нет но хотите не хотите как говорится дело вкуса это можно не писать есть fx и y компонента которая магнитная она одна то есть магнитное поле в трехмерии это не вектор а скаляр а электрическое поле это двухмерный вектор лежащих в плоскости xy тут всего три независимых компонента он антисимедричен естественно по меню каждое меню пробегает раз, два, три так а дуально в трехмерии это вектор и он удовлетворяет но это не абелевские величины это кавариантная не абелевская производная это дождество бианки или как оно там называется но в абелевском случае это выглядит так что дивергенция h равна нулю в электродинамике четырехмерных что нет магнитных монополий источников а здесь это выглядит вот так а ну да давайте я ну хорошо оставим эти обозначения вот так ну короче если бы не было непертурбативных эффектов то на этом все кончается и тут нечего обсуждать теперь начинается нетривиальная часть и тут есть топ-заряд топ-заряд это с точки зрения четырехмерного это магнитный поток топ-заряд ну это плотность я сейчас напишу топ-заряд топ-заряд по объему трехмерному от него это сам топ-заряд топ-заряд сюда можно написать как полное производство топ-заряд это F2 ну можно конечно продифференцировать Это будет выглядеть так. А следующий член это будет Фи на ДФ. Я обращаю внимание. Вот аналог вот этого, как это называется? Ронимакс. Это Ронимакс. То же, что Бианки можно назвать, да? Что дивергенция, что нет магнитных источников. Так вот, это в таком обобщенном виде, оно работает и вне магнитных источников. А оно и в четырехмерии, соответственно, работает. Только в четырехмерии, я в ДУАЛЬНО. Тут будет ЭП с четырьмя индексами. Поэтому у ДУАЛЬНО будет тоже два индекса. Так? И тогда в четырехмерии, запишите так. ЭП с ДУАЛЬНО, ДУАЛЬНО. Вот так выглядит в четырехмерии. То же, что Бианки обобщение. В трехмерии она выглядит вот так. Она всегда выполняется, это точность. Так. И здесь она нарушаться не будет. Ну, с оговоркой. Сейчас про эти оговорки будем разговаривать. Там, где топ-заряд у нас определяется, там тоже миллионная производная? Когда вы начинаете дифференцировать зарядное поле, то маленькая производная превращается в большую. Это точность. Вот это точность. Что это точно равно это. Ну, можно поставить большая производная. Она с глионом. Тут стоит глион, умноженный на, например, АТАУАМПОВАЛА. Как матрица. Двамя двамя. Ну и поставьте сюда эту большую производную явно. Посмотрите. И это точность выполняется. Так вот это равно нулю. Ну и можно писать так, можно писать так. Но для наших целей вот это, конечно, удобно. Сам топ-заряд это есть интеграл D2X от плотности топ-заряда. И поэтому он приходит на поверхность. Сферы двумерные. От вот этой штуки. Теперь. Это здоровенная сфера, ну, на самой границе нашего объема. На границе объема, если даже у вас внутри есть какой-то источник, то на границе все выходит, ну, все возбуждения уже затухают и все выходит на вакуум. Поэтому на границе фи можно заменить на вакуумное среднее. И тут будет феноль, который можно вынести. Останется поток F через эту поверхность. Это магнитный поток. Я тут так напишу. F3, конечно. От этой останется только третья компонента и здесь останется поэтому F3. А F3 мы обозначаем просто буквой F. Тройку можно писать, но нет смысла. Так вот, если этот поток не равен 0, то он и играет роль топ-заряда. Вернее, не он, а поток умножить на фи 0, это будет размер не топ-заряда. Да. Так вот, я уже говорил в прошлом разе, напомню, что такое инстантон. Инстантон, да, для теории с данной размерностью, это который дает примерно топ-заряд. В теории возмущения топ-заряда, если не равен нулю, там все топологически тривиально. Ясно, что чтобы здесь топ-заряд был не равен нулю, эта магнитная напряженность должна убывать как единица на х квадрат на больших иксах. Тогда поток по сфере двумерной будет константным. Обычный закон Гаусса, только магнитный. Ну, поэтому то, что играет роль инстантона в трехмерной человеке, с точки зрения четырехмерной, это магнитный заряд. Он дает магнитную напряженность, убывающую как единица на х квадрат. И тогда поток будет как закон Гаусса, только для магнитного поля, а не для электричества. Другими словами, инстантонная трехмерия, это магнитная монополия в четырехмерии. Теперь спрашивается, в этой теории есть магнитная монополия? Есть, потому что, если опять-таки на эту теорию смотреть с точки зрения четырехмеров, и считать, что все боли от времени четвертого не зависят, то мы это, правда, ровно обсуждали, и тут есть эти стандартные магнитные монополии ТОВТОПОЛЕКОВ. Я напомню, как они выглядят. Только теперь, с точки зрения трехмерия, это не частицы, это вакуумные нитривиальные флуктуации, туннелирующие между разными топологически неэквивалентными вакуумами. Это инстантоны, короче говоря. Но, в конце концов, это функции от x1, x2, x3 в эвклине. И если на это x1, x2, x3 в клиндовское пространство смотреть с точки зрения четырехмерной, статической, чтобы ничего не зависело от времени, то это будет нормальный монополь, зависимый от x1, x2, x3 и независимый от времени. Выглядит он так, я напоминаю просто. Теперь, эффективно низкоэнергетическая теория, которую мы сейчас обсуждаем, это абелевская теория У1, где есть фотон, и теперь мы... Теории возмущения, кроме фотона, там еще нет. Но теперь мы добавим непертурбативные инстантонные вклады, и это будут магнитные монополии в этой оставшейся электродинамике с одним фотоном. Уже ничего не абелевского нет. У нас, потому что всего один магнитный заряд и один фотон. Поле А, у которого вот эта напряженность, я сменю, все абелевское. Дубль В тяжелые плюс-минус... Нет, значит так. Пардон. Если писать точно, то надо писать монопольное решение в этом награнжане, ну, во всем пространстве, а не только на больших расстояниях. Но, с точки зрения аллергетики, это наш стандартный четырехмерный монополь. Я вам напишу, так сказать, вот в этой калибровке, о которой человек, так сказать, причесан. А именно. Тогда нас будет интересовать только поле А3, которое же хотите ли? Оно соответствует проекции А на третий уровень. Вот так же, как здесь. Только это легкая компонент. А поперечные, в третьей оси, на один-два оси, это тяжелые компоненты. Это мощь ЭВВ, там плюс-минус и так далее. Ну, поэтому, просто так же, как здесь я не пишу тройку, здесь не буду писать тройку. Это, наверное, не фотон Абережский. А это его, как бы, ковариантное определение. Так вот, этот потенциал фотона для монопольного решения, он выглядит вот так. Я напоминаю, в моей жизни все писалось, когда мы монопольные обсуждали. Икс, это эфридовский трехмерный икс. Все воплили. Вот эта тройка, она пошла из-за того, что вы тут заменили фи на вакуумное среднее, которое направлено по третьей оси, поэтому остался только номер А3. Так, это некоторая функция, которая на больших иксах выходит на единицу, плюс, я пишу по порядку величины экспоненциальной добавки за счет массы W. Вот этот х, это трехмерный эфридовский модуль икса. Могу писать между него букву R, я не знаю, как хотите. Это трехмерный эфридовское расстояние. Мода трехмерного икса. Ну, напишем R, будет яснее, наверное. Это на больших R. А на малых R, он идет к нему. Ну, эта функция известна. Она конкретна. Нам ее, на самом деле, качественно же нужны, только светочки. И, соответственно, F3. Идет. Все новости на больших расстояниях, выходит на вакуум, и идет на нулу. Внутри этого инструмента монополия. Это F3, да? Это F3, да. В том же смысле, как F3. Мы проектируем на третьей оси. Это только эти степени свободы, и будут легкими. А с остальными F? Все остальные F поглотились двумя W, плюс-минус, и стали тяжелыми. Из трех степеней свободы F остался тяжелый модуль R, а остальные две угловые поглотились двумя заряженными W, и тоже стали тяжелыми. Это в смысле степеней свободы. Но вот это решение, это не пертурбативное решение, которое только на ассиндотике выходит на пертурбативное поведение. Вот, например, вот эта штука, это за счет того, что у этой функции масштабом является масса W заряженной. И поэтому на больших расстояниях она экспоненциально убывает с показателем равной массы W. Вы должны понимать, что еще раз посмотрим на все это с четырехмерной точки зрения. Это обычный монополь. Просто время, которое четвертая координата здесь отсутствует, это солидон. Частица тяжелая с точки зрения четырехмерной точки зрения. Что такое этот монополь? У него внутри там, на расстояниях меньше массы W, там уже все оживает. Уже W на малых расстояниях, не важно какая у них там масса, если я пошел на расстояние еще меньше, чем каптоновская длина волны, они эффективно становятся без массы на таких малых расстояниях. И там оживают все неабельские степени свободы. Но решения такие, что они регулируются. И точки центра монополя, вот эти нули обеспечивают отсутствие сингулярности. А на больших расстояниях у него есть характерный размер этого монополя. Это естественно, вот, масса W, комтоновская длина. Тут нет другого масштаба в этой теории. Поэтому на расстояниях больше, чем R0, уже он выглядит как точечный. Так? Но от него идет магнитная напряженность, единица на R квадрате, как от магнитного заряда. Он дальнодействующий. Он не убывает экспоненциальную напряженность на больших R. Когда это выходит на единицу, потенциал будет вот такой. Если от него найти напряженность, она будет обычная напряженность монополя. Аж, аж это я. Давайте вместо я буду писать, вместо я сопряженно, я буду писать букву Аж. Она наглядь, если ты на самом деле магнитная вещь. Вот так. И тут обычная напряженность, не дуально. Дуально обозначим буквой Аж, это вектор. Так вот Аж, как вектор, но только теперь не из-за вектора, а обычный трехмерный вектор. Потому что из-за вектора у нас не осталось. Мы все прочесали и забыли про номер 3. Так вот, она на больших расстояниях вот так себя ведет. Ну, вот тут экспоненция. Это обычный магнитный заряд. Разница в том, что если вы хотите, чтобы у вас такое решение было в Абельевской теории, так оно тогда везде будет во всем пространстве вот так выглядеть. Потому что в Абельевской теории нет массы W и нет всего этого хозяйства. Но это дираковский монополь, который во всем пространстве имеет такую напряженность. Он точечный, буквально. Это там сингулярный вначале координат. И он, конечно, буквально не годится. Если его подставить в действиях квадратной напряженности, то будет бесконечно. То есть сингулярностью 0. Нет, что я понимаю. У вас есть три вектора цветовых условий, да? И вот этот Mu. А вот индекс Mu. Mu это пространственный индекс. Вот это пространственный индекс. Нет, я в Ах вектор. А вот этот сейчас тоже пространственный индекс. Я сказал это вслух. Ты прослушил это. Нет, я не понял, почему это пространственный. По определению, потому что H это вектор. Вот у него индекс один Mu. Ну да. А ты, стрелка, это из-за вектор. Так? Ну хорошо. Тогда я напишу вот так. Вот так лучше. Что это пространственный трехиндекс. А с точки зрения из-за спины, это вот что. Вот в этом смысле всегда. Я не хочу каждый раз вот это оговорить. Что это формально задеянная нориальная напряженность. И от нее дуальная. Это будет один H. Только это не этот. А вот этот. Он один. Градиентный вариант. Проектируя вот так скалярное произведение. Вы получите формально градиентный вариант. Так вот. Напоминаю, что вот этот дираковский монополь. Он такой отопряженность во всем пространстве. И в нуле он взял. В своем центре он сингулярный. Если его подставить сюда. Проинтегрировать в это 3x. Посмотреть какая у него масса. То она расходится. Он буквально точечный. А у этого монополя. Такое поведение. Только на расстояниях больших. По сравнению с разными. Вот это у него такой размер. У него масштаб есть. Это. Такой шарик. Таким разным характерным. Но. Наружи. Он ведет себя так же. С точностью до. Маленьких поправок. Но внутри. Все неабельские степени свободы оживают. И они либо рисуют. Обначальные координаты. И их дают возможность. Зануляться. Вот тут и тут. Никакой сингулярности нет. И. Если сейчас это подставить. Лагранжаны. Лагранжаны. Проинтегрируют. Получим массу этого. Монополя. Она будет конечной. Так. Надо что-нибудь стереть. Вот это можно сделать. Прикинем какая масса. Она объясняется. Прямо подставляя. Это. Решение. Сюда. Интегрируя по D3. И сюда. И сюда. Везде. Весь Лагранжан. На оценке. Но они. Все дают. Параметрические. Одинаковые. Флазы. Там только двойками отличаются. Поэтому можно взять. Например. Интеграл. D3. Х. Ф. Везде. Я теперь пишу. А. Но это. Ф. На самом деле. Я просто здесь написал. Дальнодействующую. Компонент. Которая тянется. Потенциал. Как кулоновский. Единица. На Х. На больших. Х. На больших. На больших. Расстояниях. Убывают. Экспонициально. По массе. Дубой. Ну. С показателем. Равным. Массе. Дубой. Они. Короткодействующие. Они. Работают. Только. На. Регулизацию. Точки. Центра. Поэтому. Подставляем. Сюда. Только. Адрель. Включать. Так. То есть. Вот это. По сути. Ну. И. Видно. Что. Интеграл. Пойдет. По области. Вот. Такого. Размера. Дальше. Скорее. Вне. Но. Вне. Ничего не набирается. Потому что. Это же бывает. Как. Игницина. Х4. А это. всего. Д3Х. Поэтому. Из. Очень. Больших. Расстояний. Ничего не набирается. Что. Набирается. Из. Сферы. Радиуса Р0. По размерности. Работает. Шарик. Вот. Такого. Радиуса. Поэтому. Д3Х. А. Эта. Радиус. Это. Масса. В. Поэтому. Д3Х. Даст. Единица. На. Массе. Д4. В. Эта. Обости. Плаженность. Ну. А. Геометрическая. Она. 1. На. Квадрат. В. Квадрате. Это. 1. На. Он. Он. На. Он. Параметрический. Они дадут только двое сюда, потому что параметрически кроме масштаба МДВР вообще ничего нет. Но есть еще буква Е. Значит, интеграл от этого по D3x, вот это будет с точки зрения 4хмерия, это была бы масса монополя. Но с точки зрения 3хмерия эта вещь безразмерная. Вот это. Это действие из тендома. Это уже не масло, это просто безразмерное действие. Поэтому это будет выглядеть вот так. И где у нас масло топливое? В стерках обычно, да? Значит, масса W у нас была E на F0. Если вы хотите через F0 выражать, то поставьте. И это будет E0 делить на E намного больше единицы. Это наш основной параметр, по которому все будет идти. Это безразмерное число. Большое. То есть действие на инстантоне большое. А статсума есть E в F3. E в степени минус действия. Поэтому вклад инстантона в функциональный интеграл по всех полям, он экспоненциально маленький. А статсума есть E в степени минус действия, который есть интеграл от Лагранжана, в Эфлидовском пространстве. Это действие. Так вот, теория возмущения боля могут быть как угодно слабенькие. Действие может быть как угодно маленьким до нуля. Ну и поэтому. Но на инстантонах и вообще на инстриальных топологических конфигурациях есть подборка снизу. И действие не может быть меньше чего-то. А минимум это называется БПСные. Эти самые. Всякие конфигурации. Так вот, здесь действие на нашем монополе, который является на самом деле инстантоном, оно вот такое. Оно большое. Все. Я буду писать в этих буквах. Я предпочитаю вместо F0 использовать массу W. Это более наглядная вещь. Ну поэтому. Вклад одного инстантона. Главный подавляющий фактор. Это вот этот экспонент. Е степени минус действие. Это будет Е степени минус. МВ на Е квадрат. А это большое число. Вот он будет экспоненциально маленьким по вот этому парам. Экспоненциально маленьким. Дальше надо написать, что все поля равны вот этому классическому бэкграмму. Вот это классическое решение. Это решение классических уравнений этого Лагранжа. Плюс квантовая флуктуация. И классическая конфигурация с точки зрения функционального интеграла это одна траектория из бесконечно континентного количества. Поэтому интеграл реально идет по флуктуации. Это все равно, что вы делаете методом перевала. Вы сели в точку перевала. И Е степени функция в точке перевала выходит общую множество. А остались то гауссовские флуктуации вокруг точки перевала. По флуктуациям. Это буквально то же самое, как в язык классе. Значит, качественно. Это все люди посчитали, конечно. Но самое главное, качественное, что тут есть, так называемые нулевые моды. Что такое нулевая моды? Вот тут написано качественное решение, когда центр этого монополя находится в нуле. При х трехмерном равном нуле. Но я могу все написать как функцию. После него центр находится в произвольной точке х1. Ясно, что поскольку у нас все трансляционные инварианты, то того, где находится наш инстантон в этом месте, в этом или в этом, при интегрировании по Т3х, я просто сдвину на х1, где интеграл от х1 не зависит. Центр исчезает на инварианты. Поэтому интеграл по флуктуациям вокруг инстантона, он не зависит от того, где его центр находится в такой точке. А поскольку я должен интегрировать по всем флуктуациям, то надо проинтегрировать по всем положениям центра. А действие, вот это, оно не зависит от положения центра, от этих точек. Ну, поэтому, вот здесь, среди всех этих интегралов по флуктуациям, есть короткодействующие флуктуации, они пусть садятся на масштаб W, и все там по размерности можно прямо написать точностью здесь будет. А интегрированные флуктуации, это положение центра, от которого действие вообще не зависит. И поэтому, среди этих, в степени свободы, останется интеграл, по положениям центра, по D3X1. Если у нас всего один стантон, по положению его центра. в стантон, в стантон, в стантон, качественно, будет такой, я это все теперь стираю, вот это я пока оставлю. Так, возьмем еще и добавим в лаклажану, вот такой кусочек, для красоты, он на самом деле не нужен. Это угол и топ-заряд. Это вот этот топ-заряд. Ку маленькая, да? Нет, Ку большой. А, под лаклажаном Ку маленькая. В плотности это Ку маленькая. А это безразмерный угол. Так, надо проверить, что это безразмерный. Значит, тогда, если размерность это равна тройке, то тогда угол будет это безразмерным. Значит, у Фи у нас размерность одна вторая, у Ф такая же, как у Ф-меню. Это размерность двойка. Четыре получается. Ноги еще надо поделиться. Можете на ядом поделиться. А, ну да. Да, надо поделиться на ядом. Тогда получится? Хорошо. Это безразмерный угол Т. Я имею право добавить в нагружанку. Такой член. Никто не может запретить. Ну хорошо. Так вот, как будет выглядеть вклад одного инстантона в функциональный интеграл. Я вот тут, пожалуй, все затру. В прошлый раз, на самом деле, я в каком-то смысле это все уже рассказывал, только, ну, быстро-быстро. Мы рассматривали двумерную теорию, только у один, с одним фотоном и с одним завяженным полем Фи. И с таким же потенциалом. И там были тоже инстантоны. И надо было по ним суммировать. И качественность то же самое. Только степени свободы разные. Тут много полей, там было меньше. Тут трехмерия, там было двухмерия. Чисто технически есть разница, но они приходят, конечно, к качественным отличиям в итоге. Да. Так вот, что останется? Останется сумма по всем положениям инстантона. Вот из этих всех фруктуаций есть одна, которая называется нулевая моза. Что если вы в любом месте поставили большинстантон, то то, что получится здесь, от этого, от точки его центра не зависит. Действие патриотационной гравитности от этого не зависит. Поэтому остается сумма по всем положениям центра, и она выглядит. Вот так я назовем, да? Вот это x0, это точка, где находится центр нашего одного инстантона. И мы должны просуммировать по всем возможным его положениям центра. А дальше стоит, ну да, где остальные действия инстантона, это вот эта вещь, вот это экспонент. Так? Это маленькое очень число, потому что есть ноль большое число. И дальше тут все остальные фруктовации, они по размерности дадут вот такую вещь, чтобы это было все безразмерное. Стоит, что сюда двойки даже считать нечего. Вот такой будет склад одного инстантона стоит отсюда. Ну и есть антиинстантон, у которого поток с минусом. Линии силовые входящие, а не выходящие. Так. И это еще не все. Если мы добавили сюда пять отчленов, то интеграл по Q дает Q большое, которое нормировано двойки центра на единицу. По определению. Это наш монополь, который дает поток 4P. Если подставить классическое решение. А что тут с F0? А хоть F0? На Е дебилет, да. Но мне не нравится. Я хотел бы иметь Q равную единицу. На Е по 9 безразмерно будет. Да, безразмерно, но не единицу. Все равно не равно Е. Где тут топ-заряд у меня? По идее должен быть разъединиться. Сейчас, а что-то я не ломаю. А чем это фиксировано? Казалось бы, я, наверное, дизельно... А, я неправильно определил просто топ-заряд. Не надо тут Е. Тут стоит Орд. То есть F делит на свиной. Ну или хотите так, вот тут стоит свиной, а не Е. Вот чем дело. Тогда топ-заряд выходит на единицу. Ну и будет Е степени и тета. Когда топ-заряд вот этот равен на единицу. И будет еще вот такая фаза. Вот это вклад одного инстантона в станцию. Вклад антиинстантона чем отличается? Действие у него такое же. Потому что туда входит квадрат напряженность. Он, наверное, напряженность просто с минусом. Но топ-заряд у него минус единица. И тогда он даже не и тет, а минус этой фазы. Вот только этим и будет отличаться. Вот это будет с плюсом вклад инстантона одного, а с минусом вклад антиинстантона. Теперь надо просуммировать. У нас же может быть один инстантон, два инстантона, три, десять, сколько угодно. И то же самое эти инстантоны, независимо. Так? Поэтому надо написать сумму по всем инстантонам. Это буфер. Они все одинаково. Денится на кафортереал. А здесь будет... Я напишу один раз подробнее. Вот это первый инстантон. У него положение центра в точке х1. Действие у всех одинаково. Все остальное тоже у всех одинаково. Следующий инстантон будет чем отличаться? Будет интеграл по Т3 и Х2. И Х2 это положение центра в следующем инстантону. Значит, чтобы у вас была наглядная картинка. Это картинка редкого-редкого газа. Он редкий по нашему вот этому малому бананетру. Но точнее расстояние. Вот один инстантон. Второй, третий. Их бесконечно много. Идет сумма по любому как. Но если вот вы как-то накидали каждую, то характерный размер каждого. Это область, где напряженность не нулевая. Это R0. А дальше напряженность начинает падать, как единица на R квадрат. А характерное расстояние между центрами, Оно будет... Оно будет... Вопрос намного больше, чем R0. Это намного больше. Вопрос там, насколько это намного больше. Степенным образом или экспоненциально больше? Оно будет экспоненциально больше. Вот в обратную вот эту экспоненту. Вот эта экспонент дает степень развешенности этого касса. Насколько расстояние между точкой Х1 в первый центр и точкой Х2 в второй центр, насколько это расстояние больше размера каждого. Так вот... Ну, мы сейчас это просуммируем, и там из ответа будет видно, какая там плотность этих хрисентоновых. Вот это играет роль плотности. Вот это всё вместе. Ну и оно подавлено этой экспонентой. Вот это и есть плотность. Умножить на Д3Х это безразмерная плотность. Это в смысле число частей на делицу трёхмерного объёма. Ну, поэтому это расстояние между ними, оно... Ну, может быть, по экспоненту в степени 1 3. Умножить... Характерное расстояние будет связано с степенью 1 3. Это будет Е степенью минус 1 3 МВ на Е. Вот такая дополнительная разрешенность этого глаза. Хорошо. Так вот, ещё раз повторяю. Мы это посчитали аккуратно люди, да? Или есть... Так оно видно прямо отсюда. Вот это и есть буквально плотность. Она по-английски называется фугесити. Но так как тут написано, то я вот такие двойки, я не отслеживаю. Двойки тут какие-то есть. Или там двопень, понимаете? Но параметрически всё правильно. Так вот. Тут стоит вот это выражение с номером 1. Умножить на такое же выражение с номером 2, с номером 3. И при данном номере К их будет К штук. Они отличаются только положением центра. А действие и плотность у всех одинаковы. Если это все инстантно, то фаза Т, то у них тоже все одинаковы. Поэтому это пишется практически вот так. Можно записать. А тут убрать номер 1. Но это символическая запись. А на самом деле произведение этих самых. М штук. Вот этих внушителей для К штук, для К инстантно. Но они все одинаковые. Поэтому это суммируется в экспоненты. Я думаю, надо вот так. Мю 0 в кубе. Для 3х. Мю 0 в кубе. Вот это все назовем Мю 0 в кубе. Где Мю 0 это где-то вот эти экспоненты. Только еще с этих. Мю 0 в кубе. Это плотность степени 1 на 3. Это характерная масса. Мю 0 в кубе. И здесь будет стоять и степень гитета. И все. И все. Значит, две номера. Эта масса W умножить на вот такую экспоненты. Но это большое число. Поэтому деградная натрия, она все равно будет большим. Оно полиметрически считается большим. Поэтому это очень маленькая масса. По сравнению с массой W она экспоненциально меньше. Единица номер 0 это вот это расстояние. Оно экспоненциально вот с такой экспонентом. Единица на массу W это размер одного шарика инстантом. А единица номер 0 это расстояние между ними. Так оно вот хватит экспонентом. Только со знаком плюс. Оно больше. По сравнению с размером. Очень мелкий газ. Так. Теперь здесь это все нужно независимо умножить на такую же сумму. Для антиинстантонов. Они отличаются с бультом и знаком дэта. И поэтому тут получится вот так. Если мы говорим, что у нас газ из одинакового количества инстантонов а антиинстантонов? Из любого числа k инстантонов и любого числа n антиинстантонов. И потом суммируем отдельно bk и отдельно bn. Просто они отличаются только знаком дэта и дают вот такую вещь. Ну смотрите что получилось. Ну вот мы просто веровали эти инстантоны. Но это же не поле. Это же константа. Оно просто дало сдвижку в энергию. Это реально. Ну насчет дэта оно становится наблюдаемой как. Если дэта рассматривается как параметр характеризующей теории. То что это такое? Это константа. Константный вклад в плотность энергии. То есть плотность в окружающую, стоящую при d3x. В эвклиде статсумах есть е степени минус инстаграмм d3x эвклидовская от лагринжана эвклидовская. А лагринжан эвклидовский он равен генетической энергии плюс потенциал. Он как-то минтаньяк. Кинетическая энергия это производная от полей. А потенциалы это члены беспроизводные. Так вот у нас не только производная генетика. У нас просто константная получилась. Поэтому это просто константная добавка к потенциалу. Но константы же это зависит от тех как от параметров. Так вот посмотрите. Тут стоит минус. Поэтому тут стоит е степени минус потенциал. Ну там же еще функциональная интеграция перед всем перебесем. Это уже две. Сейчас. Если тут получилось число у нас уже никаких полей и никакого функционального интеграла не осталось. Мы его уже вычислили. И можно по-другому это писать. Я немножко ниже неправильно написал. Это на самом деле нужно писать так. Это потенциал взломодействия густая. Вы это хотели? Да. Сейчас. Это объем драгверного пространства. Это энергия вакуума. Нижшего состояния. Просто энергия вакуума она равна коментариану по вакууму. По определению. Так? Гоментариан ве вклике. Ну, можно его обозначать так. Но на самом деле. Вот что такое гоментариан ве вклике. Это Т плюс В. А в Менковском он Т минус В. Я это все к тому, что вот то, что тут стоит при трехмерном объеме, то есть минус, энергия вакуума. Уже как в число. И вот она. Вот наш трехмерный объем. А вот это есть минус энергия вакуума. Так минус энергия вакуума масса положительная. То есть, если тонны пониже энергии. Добавка в потенциал вот эта, она отрицательная. Видно? Е0 у нас получилось. Равная с точностью до двойки. Минус. Миноль в кубе. Косинус Т. Вот такая добавка к энергии. Потому что тот показатель экспозиции стоит минус энергия вакуума. И минус энергия вакуума равна этому положительному числу. Тут в этой сумме все члены положительные. Ну, например, если это же это равно нулю, это не вооруженный блок. Поэтому эта константа просто сдвинула вниз. Плотность энергии. Но это экспозиция на малое-малое. Чуть-чуть. Но зависит от этого. Вот так еще. Но это никому не нужно. Если это просто сдвижка начала счет энергии, ничего интересного нет. Дело в том, что мы не все учли. Вот я напомню, в прошлой лекции была точно аналогичная ситуация. Так? В двумерии. И там была буквально вот такая же сдвижка. Только тут стояла не третья, а вторая степень соответствующей массы по размерности. Но в двумерии, это не было безобидной вещью, потому что угол тета в двумерии, он эквивалентен был тому, что вы натянули петлю вилсона между двумя тяжелыми зарядами плюс-минус. И, понимаете, это был не пустой вакуум. Тета в двумерии означает, что вы поставили два заряда плюс-минус Е на расстоянии Р большое друг от друга и держали их время Т большое. Я это несколько раз уже подробно обсуждал. И поэтому вот эта Е, она теперь шла как добавка в энергию вакуума от вот этих ваших двух внешних зарядов. Это был на самом деле не вакуум, а вы бы туда засунули плюс-минус два заряда на большом расстоянии Р. И получилась добавка пропорционально двумерному объему, который из времени умножить на расстояние. Время можете отделить, а зависимость от расстояния это потенциал взаимодействия между ними. Он был Р, линейный. Это confinement был. Поэтому в двумерии это была совсем не безобидная добавка, потому что это был не вакуум. Тета означало, что у вас стоят заряды. А в трехмерии ничего подобного нет. Тета это просто число, если вы хотите вести заряды, их нужно вводить отдельно. К углу Тета они в трехмерии не имеют никакого отношения. Заряды мы потом будем суждать. Но это настоящий вакуум, он сдвинулся на константу. Это вещь практически ничего. Но мы не все учли. И вот сейчас самое главное и самое интересное наступает. Дело в том, что в двумерии, например, когда мы же это аналогично делали, то там напряженность, ну я не знаю, поле соответствующее у инстантона спадало на больших расстояниях не вода степенным образом, а спадало экспонициально. И поэтому редкие газы инстантонов, они же вообще взаимодействуют друг с другом. То есть, действие, допустим, у меня есть два инстантона. Я что должен подставить, чтобы посчитать действие? Я должен сюда везде подставить конфигурацию из двух инстантонов. И качественная ценность я скажу, что я подставляю А равное А первое плюс А второе. Это поле одного инстантона, а это второго. Каждый из них вот такой, как тут было сказано. Ну и теперь, поэтому А я найду, и он будет тоже равен, F1 плюс F2. Но когда я возведу квадрат, то будет член F1 квадрат, который дает действие первого инстантона. Будет F2 квадрат, который дает такой же действие второго инстантона. Но будет перекрестный член интеграл за объемом от F1 на F2. Этот член имеет смысл взаимодействия между ними. Вот это мы потеряли. Потому что здесь это не маленький эффект. Напряженности на наших трехмерных инстантонах падают очень медленно, степенным образом, не экспоненциально. Это дальнодействие. Это источник кулоновского зарядного, только магнитного. И поэтому мы сейчас это учтем, и он даст дополнительный вклад в потенциал, уже как поле получится. Вот это будет самый главный интегральный эффект. Значит так, я как всегда не освеживаю время, как всегда ничего не успеваю. Значит, ладно, я попробую быстро-быстро. Значит, давайте посмотрим, как этот интеграл выглядит. Если я возьму два каких-то инстантона, или инстантон, антиинстантон, любые заряды. Вот тут будет заряд Q1, равный плюс или минус единице. Плюс единица, это инстантон, минус единица, антиинстантон. И вот этот будет Q2, тоже равный или плюс или минус единице. Это просто знак его заряда, топ заряда. Оставляем сюда, это будет интеграл такого виду. Тут будет стоять x минус x1 на x минус x1 в кубе. А тут будет стоять x минус x2 как вектор, солярное произведение. И тут будет x минус x2 в кубе. Вот произведение двух напряженностей. Вот каждая из них, x на x кубе. Так у них центры. В точках x1 и x2. Но ясно, что подразделенные вариантности можно сдвинуть, например, и вот это назвать новым x1. И тогда я прямо здесь убираю. x1 равно что равно нолю. А x2 будет расстоянием между ними. И так далее. Но тогда этот интеграл вычисляется лоб. И он дает... кулоновское взаимодействие между ними, как можно было заранее сообразить без высоты. Что между ними кулоновский потенциал. Это же магнитные заряды. Со мной, что вы взяли два электрических заряда. И смотрите потенциал взаимодействия. Он единица на m. Да. Ну, получается, надо эту экранировку учитывать. Какую экранировку? Ну, то, что их мало. Конкурсы. Вот мы и пытаемся учесть. Мы уже учли, что их много. И просуммировали. Но только в приближении, когда мы пренебрегли вот этими взаимодействиями с ними. Мы оставили только членов один квадрат. Это самодействие. Это собственное действие. Это два квадрата. Собственное действие первого и второго. А между ними есть еще кулоновское взаимодействие. Оно не экспоненциально падает. Иначе бы его можно было выбросить. Оно падает очень медленно. С увеличением расстояния. Вот мы его не учли. Сейчас его надо учесть и оно добавить. К этому, что получилось. Значит, как это учесть? Так. Надо что-то стереть. Наверное, вот это уже не нужно. А гранжалы я не буду стирать. А все остальное. Вот наш низкоэнергетический, так сказать, исходный кусок. Да? Просто квадрат фотонной напряженности. Давайте его перепишем. Я не стер специально. Вот я введу вот это скалярное поле гамма. Вместо я сменю. И тогда будет в квадрате. И это будет... Это будет одна-вторая. Кинетический свет гаммы. Это все во вклине. Ну, можете поставить. Это кинетическая энергия фотона. Ну, только теперь фотон в трехмере имеет одну физическую степень свободы. И поэтому его, в принципе, можно описать скалярным полем гамма. Ну, и тогда это будет его кинетическая энергия в таком виде. Так. Теперь. Если у нас по парламентам они взаимодействуют. То теперь я должен вот эту штуку просуммировать по всем... По любому количеству из антонов в один из антонов. С учетом этого кулоновского взаимодействия. Поэтому это будет выглядеть так. Вот тут еще надо умножить на qi и qi. Это вот эти заряды. Плюс или минус единиц. Отличающие из антонов от антиэстонтонов. А вот это будут координаты ii и ji. Так. Произвольные. Хотя их много. Мы их перезумеваем. И тут надо написать сумма по всем i не равным j. В том смысле, что i равное j это собственные вклады в действие. Мы их уже учли. А теперь я беру между разными частицами. Одна частица ii, другая ji. Они могут быть оба антестантонов. Оба антестантонов. Это не важно. Важно, что... Расстояние между центром не равно нулю. Это не одна и даже частица. Это две раза. Вот мне нужно просуммировать вот это выражение. И вот так. И вот так. И вот так. И вот так. Это получится. Сумма по ii и не равна ui. Тут будет коэффициент. Он мне даже написан. Непринципиально. 2pi на 4. И все букваирует. И тут будет. Куитое. Кужитое. А тут будет икситое. Минус икситое. Вот эта сумма описывает нам. Она стоит в экспоненте. Это вот это взаимодействие. А дниж Магронжан входит как евские дниж Магронжан. Вот. Теперь. Вот это вместе с этим. Я перепишу простым и удобным образом. А именно. Я напишу, что Магронжан равен. Вот этому. Плюс. Ро. На гамма. И гамма это вот это. Поле фотона. Только описываем его через скаляк. А Ро это плотность. То есть. Идея состоит там. Вот этот кашель с Антоной набросанный. Рассматривается как источники. А Ро это их плотность. Вот такая плотность. Вот такая плотность. Так. Это его заряд. Плюс-минус единица. То есть это инстантон или антиинстантон. А это положение его центра. И сумма по всем частицам. Проверим. Проверим. Что вот эта штука. Описывает правильно вот этот вид. Который должен получить. Для этого надо посмотреть. Как выглядит пропаганта. Всегда что-нибудь все труда. Что бы тут души понадобиться. На данном очевидно. Там же ЛАКЛАС стоит. Это единица на Р. Правильно. ЛАКЛАС. Да. Пропагатор в трехмерии. Это единица на Р. Как выглядит пропагатор. Он выглядит как ДТК. ЕСКПНИКХ. На К2. Вот это. Когда вы производите обмен фотоном. Между точками. Остающими на Х. То вот это будет. В Х пространстве. Пропагатор фотона. Так выглядит. И это есть. К1. Это единица на Х. Ну там 2П какие-нибудь. Константы. Поэтому. Если я это проинтегрирую. Как поле теперь. Да. Я это сотру. То у меня получится. Интеграл. Д3Х. Д3У. РО от Х. РО от ИГР. А тут будет стоять пропагатор фотона. Х минус ИГР. Вот. Вот что у меня получится. Здесь. Если я теперь РО отставлю. То. Получится вот это выражение. Видно? Ну вот этот штан то там будет тоже. Только надо здесь брать члены не диагональные. И не равным жить. Потому что диагональные уже у нас просуммированы. Самодействие. Ну возьмите какой-то один член. Номер 1. Сюда поставить. И номер 2 сюда поставить. В этой функции будут две штуки. Они снимут эти интегралы. И заменят их положением З. То есть вместо Х будет Х1. А вместо ИГ будет Х2. Если мы их так видим. И получите вот это выражение. Видно? Ну поэтому все это взаимодействие кулоновское. Можно описать добавление в потенциал вот этого члена. В таком виде. Где плотность выглядит вот так. Лаграджан. А Лаграджан стоит в экспоненте. И к этому надо еще добавить температуру самодействия. В таком виде. Но инстантон это у нас стоят и двигаются, да? Они стоят и двигаются в том смысле, что вот этот интеграл отдельно остался по положениям центра инстантона. Вот это было положение центра. И оно так и осталось, только заехало мы вверх в экспоненте. Лаграджан. То есть еще раз. Картинка такая. Вот вы набросали точки. Это каждый. Каждый центр это центр этого инстантона. И их там уже. Сумма по всему количеству. Но когда мы это вот так просуммируем. То получится Е в степени активный интеграл. Д3Х. А это будет константно. Вклад на Граджан эффективный. Он именно вот этот. Это же действие. Это все стать суммой. Она из Е в степени. Добавка к Граджану. Вот добавка от идеального газа. Невзаимодействующего. Это просто вот это собственное вкладывание в энергию. Теперь к ним надо добавить взаимодействие. Которое мы пренебрегли. И оно сводится вот к этому. Это было. Это не добавлялось. Оно было. Вот оно. Это просто кинетическая энергия. Потом добавилось взаимодействие в виде константы. И добавилось взаимодействие в виде вот этого члена. Плотность заряда поможет на потенциал. Ну и теперь напишем все вместе наконец. Весь Лаграджан. Видимо. Так. Тут конечно Ингих квадрат потенциал. Вроде больше ничего не потенциал. Е. Наверное сюда Е тоже надо поставить. Нет, единица на е квадрат, я это отслеживал, не хочется долго объяснять, вот тут надо поставить е квадрат в ней тоже. Ну, можно проверить на глаз, наверное. Вот этот пропокатор, который писал это, это если у вас вот этот генетический шлем канонический, просто дгамма квадрат, тогда у него будет единица на е. Чтобы это было так, нужно гамма переопротерить и загнать букву е сюда. То есть нужно заметить, что гамма равно е на гамма со шляпкой, тогда гамма со шляпкой будет канонически нормированной. Тогда выскочит е здесь и в рог, вот сюда, надо добавить е квадрат. А должно что получиться? А должно получиться кулоновское взаимодействие. Реально-то напряженность монополя, она выглядит так. Ку это просто плюс-минус единица, а в каноническом виде, вот в такой нормировке канонической, поле монополя это единица на е. И дальше стоит уже х на х кубе. Значит, в канонической нормировке, когда тут стоит квадрат аша, то квадрат аша должен иметь размерность трое по массе. Это имеет размерность по массе двое. И тут что-то еще должно быть. Наверное, где квадрат тогда, а не где. Чтобы это... Нет, что-то не подходит. А, подождите. Значит, аж квадрат должен иметь размерность массы в кубе. А сам масса, масса три вторых. Вот эта масса в квадрате. Многовато. Но если ее поделить на е, которая масса в одной второй, то это будет правильный размер. Поэтому е отслеживается просто по размерности. Так? И поэтому в плотности... Еще раз. Значит, стоит... Единственная е должна быть в плотности. Там же один гамма рядом с плотностью. Давайте вот тут по размерности проверим, действительно. Значит, вот такая гамма без шляпки. У нее размерность масса в первой. Тогда это будет четыре. Минус одну будет три. Правильно. Вот эта гамма, такая, имеет размерность масса в первой. Тогда рот должна иметь тоже размерность масса в квадрате. Так? Чтобы это была масса в кубе. Масса в квадрате. Это единица на масса в кубе. Да, это функция трехмерная. Так? Чему? Это масса в квадрате. Нет. Дельта 3 от x это единица на 3 раза x. Это произведение трехдельта функций. Понимаете? Это же трехмерная дельта функция. Это произведение дельта функций по x, по y и по z. Каждая из них единица на x. А, единица на x это масса вверх, в кубе. Так? А должно быть здесь масса в квадрате. Так е квадрат, да я одну массу отбирать правильно по размеру. Так. Так вот. Для чего это я? Мы все вместе написать что хотели. Так. Что-то мне хватает. Еще не засумировали вам. По x и тут еще не просумировали. Нам же нужно суммировать по всем положениям центра. А мы по ним еще не просуммируем. Мы написали выражение с фиксированными положениями центра. А по всем центрам они могут быть где угодно. По ним надо всем по положениям просуммируем. Так. Ну попробуем. Она просто совсем нужна. Не надо ничего бояться. Все должно быть очень трудно. Так. Если я оторвал. В таком виде. Подставлю сюда. То у меня стоит. Вер степень. Интеграм. Д3х. Гамма от х. А тут стоит сумма. Вали. Куитая. Ну тут е квадрат сюда вытащим. Куитая. Дельта 3. От х. Минус х. Икс. 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 Но. Вот тут надо написать еще. Интеграл д3х. Икс. Итает. Это же вклад Лагранжен. Вот так аж здесь было. Да. Это вклад сюда. А вот это идет интеграл по функциональным флуктуациям. То есть по положениям центра пункты вот так вот здесь. Вот. Но только опять надо написать с ума. По всем и неравным жи, только здесь почему-то жи у меня пропало. Ну хорошо. Значит. Вот это дельта функция, она снимет этот интеграл и это будет е в степени. Е на е квадрате. А тут мы ставим гамма точки х. Так. Будет вот такая экспонент. Теперь надо интегрировать во всем х. И посуммировать. И опять-таки это надо понимать так. Что вы берете сколько-то, как штук. И опять будет двойная сумма. Отдельно по антистантонам и отдельно по антистантонам. Происвидеть. Независимо суммируется. Короче. Будет сумма по и неравному жи двойная. Там всякие факториалы и так далее. Все это поднимется в экспонент. И когда штуки добавятся. Вот сюда добавится е в степени и гамма для инстантонов. А сюда добавится минус и гамма для антистантонов. Вот такое простое выражение в итоге получится. Мне не окость отродить минус. При основной дальнести нужно еще одну такую же экспонент умножить по х, правильно? Да. И независимо просуммировать по и и по жи. Если я их отличаю, то нужно написать, наверное, плюс, гамма, а ты все это. Только со своим зарядом. Интеграл. Короче. Это две независимых суммы. Вот так же, как у нас здесь было. Морально же ничего не меняется. Это тот же газ. Просто это добавка к граждану. Взаимодействие между ними. Куи-то от инстантона равно плюс единице. И оно дает вот сюда плюс и гамма. А для антистантона оно равно минус единице. Вот этот минус. Значит, что видно тут теперь? Что то, что была константна тета, к ней прибавилась гамма. И здесь то же самое. Но гамма это более. И гамма от х плюс тета, я могу обозначить гамма с волной. И всю тета она проглочит. И от тета ничего не зависит, на самом деле. А без этого взаимодействия тета торчала как параметр, характеризующий на банку плотности энергии. Энергия зависела. Она от тета ходила. На самом деле от тета ничего не зависит. Оно съелось взаимодействие. Но это не очень сейчас важно, да? Важно то, что тут появилось поле гамма. Теперь тета я убираю в передвижку гамма. Оно не нужно. А потенциал появился полевой. В косинус гамма вместо косинус тета. Буква И передала. Буква И. Буква И. То не я здесь ее потерял. Потому что там вот плюс и тета у вас была. Там было и тета, а здесь надо написать иру, чтобы получился правильный, в этот кулуранский знак взаимодействия. Можете мне поверить до слова. Что там будет именно И гамма. Так, поэтому в итоге всего-всего-всего, что у нас получилось? Получилась достаточно простая вещь. После всего-всего. Я все это стираю. Получился то, что можно назвать офкритовским низкоэнергетическим лагражаном. Мне понравился кинетический шлем, который был. И сам по себе к инстантонам не имеет никакого отношения. Это просто кинетический шлем с фотоном. Но от инстантонов добавилась вот эта штука. Но теперь с гаммой, а не с константой. Гамма это поле. Фотоном. Значит, добавилось. Минус. Только тут еще надо посмотреть всякие. Вот эти. Е и всякие там 2π. Вот такого типа множитель. Я их сейчас восстанавливаю. И в итоге получится косинус такого аргумента. 2π на е квадрат. Вот прямо вот это сейчас будет. 2π на е квадрат. Где я тут пишу? Ну по размеру если надо проверить, что косинус аргумент должен быть безразмерный. А, вот тут я опять потерял. Это вот такая нормировка. Старая. Вот эта. Мы ее пока не меняем. Поэтому у гамма размерность единицы. А у е размерность корня из массы. Поэтому она действительно правильно безразмерный. Вот получился еще раз. Вот это вклад от всего антиистентонного газа. С учетом взаимодействия между ними. Дальнодействия. А это просто исходный генетический след без массового фотона. Который к гистентонам не имеет никакого отношения. Он всегда был отродящим. Но теперь что получилось? Это же дает мощь у фотона. Видно? То есть это получается на расстаблении больше, чем на стоянке? Да. Но масса маленькая. Она будет миноль. Поэтому все само согласовано. Я эти косинус раскладываю. То он даст единица минус 2π е квадрат квадрат гамма квадрат. Опять нужно нормироваться. Чтобы найти массу нужно нормироваться на каноническое. Вот такое. Ну то есть надо вот этот коэффициент поделить на вот этот коэффициент. Так как будто здесь стоит одна вторая. И тогда это будет квадрат массы фотона пополам. Короче. Я пишу ответ. Масса гамма будет... Масса гамма в квадрате будет миноль в кубе на е в квадрате. С точностью до всяких 2π. Это видно? Да. Ну теперь можно извлечь корень. А теперь напомню. Что миноль экспоненциально маленькая. Вот она. По сравнению с массой W. Газ очень редкий. Поэтому это дебаевское гранирование. Которое дает плазма состоящая из этих зарядников. Это дебаевская масса. Но поскольку газ очень редкий. Она уже в пропорциональной плотности этого газа. И она экспоненциально подавлена. Вот этот миноль. Это же есть плотность. Миноль в кубе. Но это еще не все. Фотон совсем немножко. Значит. С точки зрения теории возмущений. Этот инстантонный газ дал дебаевское гранирование. И тем самым дебаевскую массу подал фотону. Она пропорциональна плотности этого газа. Но это не все. Теперь посмотрим как будет. Взаимодействовать два заряда внешних. Плюс-минус. Внесенных в этот газ. Понимаете. Это же магнитные заряды у нас. Бегают. Это газ из магнитных зарядов. А теперь оставлю туда два электрических. Тяжелых. Плюс-минус зарядных. Плюс-минус е. Тяжелых. И что ясно сразу морально. Что. Этот магнитный дебаевский газ. Он экранирует магнитное поле. И оно. Масса фотона. Это. Этот гамма. Это дуальный потенциал. Гамма. Вот этот гамма. Это фотон конечно. Но в дуальном магнитном варианте. Но магнитная пуля. Вот эта. Оно выглядит. Если я напишу актуально. Которые обозвали двух вояр. Э. 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 по сути, магнитная. Вот она. Я ее потом предпочитаю буквой H писать. Рассматриваем как трехвектор. Это вот этот трехвектор магнитной напряженности монополь. Единица на x квадрат. Так он есть демиогамма. То есть, на самом деле, вот этот скалярный хатон, он по сути, потенциал, конечно, магнитный. Так? Но! Это условное описание, потому что, если я возьму демиогенцию этой напряженности, то есть, лаблаз, гамма. И когда фотон был свободный, без лестонтона, было просто, здесь нагрыжался, стоял только из этого. И уравнение движения, я говорил, лаблаз, гамма, равен нулю. И это было дождь, что у Орл, эко, 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 пианки, да? Было все нормально, что демиогенция H, это же источник. Магнитный заряд. Его не было. А теперь он появился. Они же бегают, магнитный заряд и газ в целом. И поэтому теперь уравнение движения лаблаз, гамма, не равен нулю, а равен производству гаммы от этого потенциала. Он теперь не равен нулю. Но ничего страшного в этом нет. Потому что совершенно так ясно, что на больших расстояниях наши эти самые выглядят как монополию. И поэтому, если взять дивергенцию этого выражения, она равна нулю. Вернее, она равна третя-функции в начале кардинала. Это точечный. Поэтому, но это же эффективное описание. Это только на расстояниях больше, чем обратная масса W. А внутри оживает все степени свободы. И вместо этого надо писать депульсируем мю на эф. Ну или на аж, не аж, скажай, короче. Не на аж, то и а на все аж. На эсиден мю ню ненда. Эф ню ненда. Вот. Вот это дуальная напряженность аж. Только она теперь у нас, ну, это все не агресская, настоящая. Ну я вот так и напишу. Так вот это будет выполняться. Вот это не нарушается. Но за все лишние степени свободы всех не агресских. А на больших расстояниях у нас остался один админерский поле. Если взять его дивергенцию, то она дает до 3 от x. Но на больших расстояниях дает до 3 от x. Она лично только в точке, где это выражение просто неприменимо. Там все же степени не админерские оживают. Поэтому все в порядке. Понимаете? Хотя у нас нарушилась формально той же стопьянки, но реально она не нарушилась. Вот это выполняется точно. Только оно выполняется внутри сферы с размерами статона. А вне сферы эта штука превращается в дивергенцию вот этого дальнодействующего аж. А его дивергенция равна, ну, отлично от нуля, только в центре статона, где, ну, все эти три свободы другие наручили. Короче. Это обычная дебайцкая масса. Только все в магнитном варианте. Обычно у нас плазма состоит из бегающих электрических зарядов. И они дают массу потенциалу А0. И кулон экранируется массой А0. Электрический кулон. Здесь то же самое, только это относится вот этому магнитному фотону. И экранируется магнитное поле. И теперь оно встает действительно вместо этого на больших расстояниях взаимодействие с Дентоном В итоге привело к тому, что если я введу посторонний моноколь зарядом единица, тяжелый, и антимоноколь зарядом минус единица, то между ними будет уже не кулон, а экранированный кулон. Потенциал будет типа единицу на m е степени минус вот эта масса где? Вот. Это масса магнитного фотона. Но только я получил атаку, чтобы не путать с массой, которая бы тут была в дублеве. Это была масса заряжена в дублево-электрическом. А это магнитный фотон. Вот теперь потенциал между двумя тяжелыми магнитными зарядами будет атак экранироваться этим газом. Вот обычно я не понимаю, что экранируют только в магнитном исполнении. Но ясно, что магнитные заряды электрическое поле не экранируют. И поэтому если я внесу электрический заряд сюда вместо магнитного, ну как его обозначить? Е, ну хорошо, Е. А тут Е, минус. Внесем два тяжелых электрических заряда плюс-минус Е, вот такие, да? То он дает поток. И с одной стороны ясно, что теперь этот поток описывается нашим фотоном, но он стал массивным. Это же наш фотон. Только в другой переменной написан. Вместо потенциала амю перешли к гамме. Вот так. Потому что фотон в трехмере можно описать скаляром. Только этот скаляр описывает дуальный вариант фотона. Вы видите, что для него источником является магнитный заряд. Для этого грамма. Так вот, с одной стороны, ясно, что поскольку фотон стал массивным, то поле электрическое не может распространяться как кулон, типа единица на там какую-то первую степень не экранированную. Оно дальше, чем обратная масса вот эта, она не пойдет. С одной стороны, оно должно экранироваться на расстояниях единицы на мюстердой. С другой стороны, электрический поток эти магнитные заряды заэкранировать в абсолютном смысле слова не могут. Потому что что остается? Поле сужается в струну и пробивается струну между этими зарядами. А ширина этой струны вот эта, она будет обратная масса. Она будет очень широкая, потому что масса очень маленькая. Струна будет очень толстая. Но расстояние R между ними мы берем произвольно большим. И струна натянется только, когда расстояние между ними намного больше этой обратной массы, конечно. То есть это очень надо растернуть далеко. Тогда будет явная струна. в том смысле, что расстояние вот это будет намного больше, чем ширина этой струны. Как это формально написать? Значит, нам нужно в этом награждании при наличии источников нужно найти саметонного типа решения. Типа кинка. Смотрите, топологически это выглядит так. У этого почтенуса имеется сколько угодно вакуум. Когда вот эта штука равна там чему-то. у него бесконечная вакуума через 2 пи все повторяется. Так вот персурбативный вакуум это вы сняли куда хотите вот сюда. И вот тут разложились по маленьким фруктам оставили квадратичный шлен. Вот. Этот шлен дает определяющую массу гамма. А нетривиальное салитонное решение это такая конфигурация которая это кинг. Сейчас я нарисую тут еще раз. Трунули. Вот тут первый завязь он на все раз точечный. Так? Плюс один. А тут минус один. Это внешние бесконечно тяжелые заряды. Между ними будет натягиваться струна. Пусть это будет ОС Х а это будет ОС И 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 смотрим статическое взаимодействие между двумя внешними зарядами. А пространство у нас И Х и У а третье очередное время это не З. Мы в трехмерном представлене. Поэтому вот на плоскости Х и У поставили два заряда. Пусть это будет вот так. что разделение пояси Х тогда мне нужно гамма от Х И искать решение этого Горжана такое что вот сюда далеко при их х-мисцах минус бесконечности тут будет этот вакуум а при х-мисцах плюс бесконечности вот сюда он перейдет в этот вакуум вот этот он двумя ногами убирается в разные вакуумы вот это топологическое решение а когда цена вакуум вокруг одного тоже вакуум а этот мертва дивный тривиальный Поэтому качественно, эта гамма, она себя вот так ведет, это кинг. При Y стремится к минус бесконечности, можно взять здесь за 0, вот эта гамма сюда откладывается. А следующий вакуум, значит один вакуум будет в точке гаммы равная 0, второй вакуум при гамме равном E квадрат, да? Ну вот, поэтому асинтотика вот сюда выйдет на 0, а сюда она выйдет на E квадрата. То есть, короче, тут один вакуум, а тут следующий. Не важно, что вы возьмете за один и что за два, не важно. Важно, чтобы она двумя ногами упиралась в два разных вакуума, асинтотиками. А ширина струны, совершенно ясно, она порядка единицы на массу магнитного фотона. Это единственный масштаб в этом выгрожает. Да. Ну, поэтому это мой функция типа архтанкинс. И будет вот такая ширина этой струны. Ну, теперь можно, вот этот гамма от X, или тот, кинковый, надо поставить сюда, проинтегрировать по X, Y. Но наша гамма, она зависит только от Y. От X она не зависит. Она только по Y вот так себя ведет. Одномерно пришли. Ну, поэтому интеграл по X, Y. Интеграл по X даст просто расстояние большое между ними. А интеграл по Y будет сохраниться, потому что она нитрегально из себя ведет. Можно его оценить. Интеграл будет по Y, где гамма по Y в квадрате, еще на Y в квадрате. И все это еще умножится на интеграл по Y, который даст расстояние между зарядами. Ну, и время, конечно, тоже, но время мы сейчас просто не смотрим. Мы смотрим, что это статическая энергия взаимодействия двух зарядов. Это вклад в энергию взаимодействия, а не в действие. Это гамма от Y. Интеграл пойдет, набираться будет на этой ширине. Дальше все экспоненциально выходит на константу. Производная будет равна нулю. Короче. Вот это дает обратную массу фотонов. Гамма сама по себе. Какого масштаба? Е к квадрату. Е к единице на Е квадрату. Так? Нет, гамма просто Е квадрат. Просто Е квадрат. Хорошо. Значит, это так квадрат гаммы. Это будет Е четвертый. А единица на Y. У меня один Y вверху и два внизу. Поэтому будет один внизу. И этот Y, характерный, это будет единица на эту массу. Тут нет другого масштаба. Поэтому будет один Y внизу. Он равен единице на мю с чертой. И мю с чертой пойдет вверх. Получится Е четвертый. Мю с чертой. Что это? А, еще делить на Е квадрат. Останется Е квадрат. И еще останется R. И это должно бы давать энергию взаимодействия. Так. Энергия должна иметь размерность массы. А поскольку тут есть R, то это должно иметь размерность квадрат массы. Т не при чем к энергии. Т для действия нужно. Ну там T на V нужно, получается. Понимаете? У вас стоит, конечно, в действии интегралы по времени и по координатам. Но это в действии. Это интеграл DT и D3X. Да? Это дает T. А все остальное дает энергию и D. Так вот мы энергию считаем. У нас же двумерие. Двумерие означает что? Вот двумерие. Вот двумерие. А третья кардира для этого времени. Так вот время мы не трогаем. Мы считаем при нем то, что стоит. То есть энергия взаимодействия. И она у нас получилась вот такой. Потому что весь поток ушел в струну. Так. Размерность здесь должна быть квадрат массы. Подходит. вверху. Вот это называется натяжение струны. Сигма. Это энергия единицы длины этой струны. Вот взяли единицы длины. Отсюда сюда. Какая у него будет энергия? Вот это сигма. Ну. Это вернее квадрат. По размерности это квадрат массы некоторой. Но повторяю. Эта масса экспоненциально маленькая. Это миноль. Экспоненциально маленькая воздействие. Газ дико резкий. Поэтому дебаевское мост экспоненциально маленькое. И натяжение этой струны соответственно тоже такое же. Но важно то. Что. Какой был статический потенциал. Если бы вот этого не было. А был бы сразу без массовых фотонов. То в статическом пределе. Вместо пропагатора D3X. Надо брать. Мы уже это когда-то обсуждали. Надо брать статический предел. Нужно взять D2K. Где степени двумерно. КХ. Двумерно. И тут К квадратный. Не D3K, а D2K. Это логарифм. Поэтому. В трехмере. Есть конфаймент даже без всяких инстантонов. Потому что взаимодействие Кулоновское логарифмическое. Для двух статических зарядов. Оно их все равно не выпустит. Патристал растет логарифмически с расстояния. Но вот эта штука растет еще сильнее. Она растет линейно. Поэтому. Рано или поздно. Конечно. Этот деревьет. Тот. Логарифмический. И будет держать сильнее. Ну короче. Он качественно не такой. Как тривиальный логарифмический потенциал. Без массового фотона. Кроме того. Во-первых. Эти монополи. Они же экранируют этот логарифм. Он станет декабским потенциал. У фотона же масса появилась. Поэтому. Никакого большого логарифма их не будет. Обрежется. А вместо него появится линейный. Но за очень маленьким натяжением. Ну вот пока все. Что тут? Ой-ой-ой. Ого. Ну. Не знаю. По-моему очень красивые и нетривиальные эффекты. И главное, что есть малые параметры. И все считается надежным. Малый параметр. Ну уже говорилось. Да? Это. Это. Молчина делить на е. Безразмерное число. Должно быть большим. Вот тогда у нас. Всякие будут экспоненты. Вот такие. Вот это большое число. И. Это очень маленький параметр. Очень редкий. Газ. Инстантонов. Так что все контролируется очень хорошо. По малому параметру. Поправки маленькие. К тому, что рассказывал. Вопросы есть? Ну пути дороги. Сегодня я наговорил много лишнего. Вопросы очень много. На наше. Вопросы. 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 Продолжение следует...